Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на шестом этаже нашего огромного склада. Здесь вы видите бампера, ноускаты, много всяких ништяков именно для вашего автомобиля. Прямо сейчас мы пускаем в разборку надежный двигатель от Ford 2.0 до ХЦ. Встречаем! Ford Galaxy первого поколения был создан на базе Volkswagen Sharan, но двигатели бензиновые объемом 2.0 и 2.3 были собственной разработкой компании Ford. Это двух распредвальные двигатели с цепным приводом ГРМ, чугунным блоком и расточенными в нем цилиндрами. В данном моторе по два клапана цилиндра, хотя в этом семействе моторов встречаются легкосплавные ГБЦ с 16 клапанами. Данное семейство двигателей выпускалось с 1985 года по 2006. Ранние экземпляры имели карбюраторный впрыск, а затем в 1992 году появился и распределенный двигатель. Данные двигатели устанавливались на автомобиле Ford с продольным и поперечным расположением двигателя. Его устанавливали на Ford Sierra, Scorpio и Transit. Прямо сейчас мы будем рассматривать двигатель с Ford Galaxy 1998 года. Данный двигатель, как и многие двигатели с 1980-х и 1990-х, очень надежен, полностью ремонтопригоден. Есть ремонтные размеры поршневых колец, а также шатунных и коренных вкладышей. Ну а помогать в нашем сегодняшнем разборе будет Николай. Встречаем и мы начинаем нашу разборочку. На двигателях Ford стоит дроссельная заслонка с тросовым приводом. Для обеспечения холостого хода используется обходной клапан. Этот клапан управляется электрически. Соленоид перемещает шток, который перекрывает обходной канал. Регулятор холостого хода нуждается в чистке, если обороты нестабильны, повышены либо медленно стабилизируются. Хотя такие же симптомы при подсосах воздуха через задубевшие уплотнения во впускном коллекторе. Диагностировать подсосы воздуха просто. На работающем двигателе надо отключить регулятор холостого хода, и двигатель должен заглохнуть, не пытаясь работать на холостых оборотах. Слабое место на дроссельной заслонке – это датчик ее положения. Через 10-15 лет он и вовсе может выйти из строя. На проблемы с датчиком указывают замедленные отклики на газ или вовсе отсутствие откликов на газ. Также при переключении на нейтраль вялое сбрасывание оборотов, либо же двигатель может вовсе остановиться. Датчик положения заслонки поставляется как отдельная деталь. Сейчас полно заменителей от 15 до 80 долларов, а в 2000-х заменителей не было. Этот датчик стоил очень дорого, поэтому владельцы приспосабливали датчик положения дроссельной заслонки от Deolanos и Volke. Топливные форсунки на двигателе Ford 2.0 NSE служат хорошо и долго, но с годами качество распыла топлива ухудшается и двигатель теряет тягу. Проверить форсунки очень просто. Снимаем топливную рампу и поочередно на форсунки подаем напряжение. Активированная форсунка должна распылять топливо. Но, естественно, в рампу надо добавлять топливо либо же очищающую жидкость. Также стоит проверить регулятор давления в рампе. Он должен держать давление 2,7 бара, а затем стравливать топливо. Проверить регулятор можно манометром, измеряя давление закачиваемого топлива и потом смотреть, когда срабатывает регулятор. Двигатель 2.0 от Ford оснащен клапаном EGR, который получает отработавшие газы по вот этим трубкам, которые сходятся в одну. Она идет во впускной коллектор через клапан EGR. С этими трубками происходят мелкие неполадки. Например, трубки, которые торчат из выпускного коллектора, разбалтываются. И выхлопные газы малыми порциями попадают в подкапотное пространство. Затем они, естественно, могут попасть и в салон. Также при такой утечке возможно появление постороннего шума. При глушении клапана EGR данные трубки лучше снять и заглушить отверстия подходящими пробками. Данная трубка на своих стыках может потерять герметичность, и тогда во впуск будет поступать неучтенный воздух. И тогда двигатель будет работать на горячей бедной смеси. Сам по себе клапан EGR особых хлопот не вызывает. Его стоит почистить, если двигатель плохо работает на холостых оборотах и наблюдается рывки при разгоне. Несмотря на то, что клапан EGR имеет вакуумный привод, вся эта система имеет обратную связь. Это специальный клапан DPF-E, который измеряет разрежение во впускном коллекторе, измеряет перепады давления отработавших газов на линии подачи. А также руководит всей системой EGR, то есть клапаном EGR. Данный датчик стоит отдельно на моторном щите. При неисправности управляющего датчика возникают все сопутствующие неисправности. То есть нестабильный холостой ход и двигатель теряет мощности. Для отключения клапана EGR его лучше просто отшить, то есть вырезать из прошивки. Также существует хитрый вариант подключения вакуумных трубок к датчику DPF-E. Если клапан просто заглушить, то появятся ошибки по системе рециркуляции. А сейчас мы вам продемонстрируем побочный результат работы системы EGR. Вот этот масляно-сажевый налет. Но заметим, что сажевый налет появляется во впускном коллекторе не только из-за системы EGR, но также из-за системы вентиляции картерных газов, которые заходят вот отсюда. Под выпускным коллектором находится вот такой канал, по которому отработавшие газы начинают свое путешествие во впускной коллектор. Так вот, здесь вариант с резиновой трубкой, но есть вариант и с пластиковой трубкой. Если в двигателях обнаружились подсосы воздуха, не забывайте про вот это место, потому что пластик и резина со временем рассыхаются. Посмотрите, вот это реальный масштаб 80-х и 90-х годов. Здоровенные кулачки распредвала, огромные толкатели. Даже прокладка здесь внушает доверие мотору на минуточку 22 года, а она до сих пор эластичная. Вот этот черный масляный налет, это ненормально для бензинового двигателя. Но состояние кулачков внушает доверие, то есть они вообще никак не пострадали. А вот цепь ГРМ провисла и есть люфт между звеньями. Известная проблема двигателей Ford 2.0 DOHC – это тарахтение либо цокание гидрокомпенсаторов. Чтобы поменять гидрокомпенсаторы, надо снимать два распредвала. При проседании хотя бы одного гидрокомпенсатора страдает конкретный кулачок. Многие ремонтники меняют гидрокомпенсаторы превентивно при капитальном ремонте двигателя, либо хотя бы промывают их. Передний сальник коленвала находится в металлической крышке, которая прикрывает приводную цепь маслонасоса. Благодаря такому решению сальник заменить не составит труда. Также упрощается и обслуживание, и замена цепи маслонасоса и основной цепи. Сальник установлен на гермет. Но прежде чем менять сальник, стоит обратить внимание на вот это резиновое уплотнение. С годами она рассыхается, либо же может повредиться после снятия крышки. В таком случае крышку надо поменять на новую, либо же посадить ее на гермет. Важно установить правильно эту крышку, потому что сальник начнет течь маслом преждевременно. Если вы сделаете это неправильно. Однорядная цепь ГРЭМ имеет оригинальный натяжитель. Усилие гидравлического плунжера прикладывается не к пластиковой направляющей, а к рычагу зубчатой шестерней. В большинстве случаев эта цепь требует внимания из-за того, что разрушаются пластиковые направляющие, то есть правый и верхний башмак. Тогда цепь начинает шуметь. Уважаемые наши зрители, обратите внимание, что вот эта направляющая шестерня пластиковая. Есть случаи, когда обламываются зубья и падают в поддон. В принципе цепь надежная, но случаев ее обрыва хватает, если владелец игнорирует шум в приводе ГРМ. На двухлитровых восьмиклапанных моторах прокладки ГБЦ есть двух типов. Для продольного расположения двигателя и для поперечного расположения двигателя. Обе прокладки прекрасно ложатся на ГБЦ, но отверстия для охлаждающей жидкости расположены иначе. Если установить прокладку от продольного двигателя на поперечный, то ГБЦ не будет иметь нормального охлаждения и тогда перегревается. Действительно были случаи, что владельцы ставили неподходящие прокладки и ГБЦ перегревались. Отметим, что к замене оригинальной прокладки приводит ее пробой либо прогорание. По состоянию наша ГБЦ в порядке, но смущает влажный второй цилиндр. Напомним, что почти все двигатели, которые мы разбираем, не прошли строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг». Этот двигатель долго стоял и ждал нашей разборки. Поэтому в цилиндрах мы видим естественную ржавчину, а под ржавчиной мы видим очень слабенький «Хон». На двигателях 2.0 до «ХЦ» используется роторный трахоидный насос. С большим пробегом этот узел изнашивается и тогда давление смазки сильно падает. При высокой нагрузке либо холостых оборотах временно загорается красная масляная. Красная масляная загорается уже практически в последний момент, когда давление масла очень низкое – 0,6 бар. Медлить с этим нельзя. При любом удобном случае и доступе к маслонасосу нужно проверять маслонасос на продольный люфт. Если есть продольный люфт, значит маслонасос изношен. Состояние коренных вкладышей у нас вызывает вопросы. Они изношены, значит видно масло здесь меняли нечасто. По шатунным вкладышам то же самое, они изношены. Обратите внимание на эти массивные поршни. На двухлитровых бензиновых современных двигателях такие уже не встретишь. Маслосъемные компрессионные кольца залегли. Невооруженным взглядом видно, что коленвал пострадал. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали надежный двигатель. Вот такие моторы делали в 80-е и 90-е годы. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».